А теперь к другой памятной, но трагичной дате нашей истории. Речь идёт об узниках фашистских концентрационных лагерей, которые прошли через настоящий ад в немецких застенках. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей наша съёмочная группа побывала в станице Анастасиевской, где живут люди, которым пришлось пережить все тяготы фашистского плена. Бесчеловечность немецко-фашистского нашествия достигла своего апогея именно в концентрационных лагерях, которых были тысячи в странах, оккупированных беспощадными захватчиками. Узников сжигали в печах, ставили на них опыты, травили в газовых камерах, при этом заставляли работать и давали спать лишь несколько часов. И даже если пленнику фашистов каким-то чудом удавалось выжить, пребывание во вражеских застенках оставляло неизгладимый след. Нина Ивановна Герасименко вместе с мамой и своими сёстрами Ульяной, Надеждой и Екатериной была угнана из станицы Славенской и заключена в лагерь Сантант-Базар под Керчью, откуда их освободили через год с небольшим советские войска. Уже зашли в 43-м году, в марте месяце. Нас тут уже погрузили на горбу и увезли туда, в сторону Керчью, а то Керчью. То-то мы уже в апреле месяце наши зашли, освободили, и мы туда назад вернулись. Можно сказать, что ей повезло остаться в живых под гнётом фашистских оккупантов. А очень юный возраст избавил её от многих горьких и страшных воспоминаний пребывания в лагере. Потом была большая и нелёгкая жизнь, работа, устраивание какого-никакого быта в скудное послевоенное время. Трудно сейчас в это поверить, но тогда часто их выручали лепёшки из корней чакана или рогоза. Вытягивали, мыли, там вот эта ж типа мякоть была, и её сушили, и туда замачивали её, и тут чуть-чуть водички, чуть соли, и делали лепёшки. И они вас спасли? Они нас спасли. И всё-таки жизнь постепенно налаживалась. Время залечило раны, нанесённые войной. Нина Ивановна вышла замуж. У неё две дочери и сын, пять внуков и две внучки, два правнука и две правнучки. Считает, что жизнь сейчас очень хорошая. Главное, чтобы больше никогда не было войны. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Субтитры подогнал «Симон»